В поселке Октябрьский залили каток. Хоккейная площадка была построена в прошлом году в рамках реализации губернаторской программы. Ее площадь полторы тысячи квадратных метров. Места хватит, чтобы поиграть в хоккей или просто покататься на коньках. Качество свежего льда оценили мои коллеги. Хоккеем Егор Антонов занимается профессионально. Говорит, во время выступлений в молодежной хоккейной лиге опробовал разный лед. Как только узнал, что на стадионе Балятина залили каток, сразу же решил опробовать качество льда. Просто непередаваемые эмоции, потому что я сам из Октябрьского и очень рад, что такую прекрасную коробку здесь поставили, что дети играют в хоккей. И это просто непередаваемые эмоции. Юная Катя Пивоварова только делает первые шаги в фигурном катании. На коньки встала прошлой зимой. Говорит, получается ещё не очень. Поэтому на ближайшие зимние месяцы поставила перед собой чёткую цель. Хорошо научиться просто кататься. С задним ходом? С задним ходом. Тормозить хорошо. Зима в этом году вновь преподнесла сюрприз. Отсутствие снега не позволило подготовить качественную подушку для льда. Покрытие хоть и тонкое, но играть в хоккей или просто кататься на коньках можно. В этом лично убедился глава городского округа Владимир Ружицкий. Кататься на стадионе Балятина смогут все желающие. Вход на каток бесплатный. Есть и тёплые раздевалки. В перспективе будет открыт прокат и заточка коньков. Весь комплекс мероприятий, который необходим для поддержания катка в рабочем состоянии, будет с сотрудниками стадиона применяться. Обязательно будем чистить. Наша задача – приготовить хороший качественный лёд, чтобы желающие могли покататься. Хоккей и фигурное катание в Люберцах – популярные виды спорта, как среди профессионалов, так и любителей. Спорт – это жизнь. Спорт – это здоровье. Я хочу вам пожелать, чтобы вы занимались спортом, были на свежем воздухе. Всем удачи, здоровья. И давайте вместе славить наш Люберецкий край, посёлок Октябрьский. Потому что Люберцы, Октябрьский – лучшие, лучшие на планете. Так или нет? Да! Нынешней зимой в Люберцах будет подготовлено 16 катков. Пять на стадионах, остальные во дворах. Вход на все городские катки бесплатный. Практически все они оборудованы тёплыми раздевалками. Григорий Ворованин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Продолжение следует...